Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Ирина Зинатолина. И вот о чем сегодня в выпуске. Сутки после трагедии. Очень страшная ситуация. Это семь трупов. Это у меня душа болит. Что известно о сгоревшем доме из семерых погибших в деревне Саитово-Тукаевского района, расскажет Рамиль Шайдулин. Новый мост через Камуна трассе М7. Здесь свои нюансы. Поэтому это, наверное, мост. Так же, как и любой другой мост. Это уникальный мост. Как идет строительство и насколько он сократит путь до Низнекамска, расскажет Павел Драгунов. За преданность профессии и спасение жизни людей. Очень признательна всем за то, что так уважает нашу профессию. В Казани сегодня вручили главную медицинскую премию республики Охшашеклер «Белые цветы». Имена победителей знает Вероника Гайнудинова. Трагедия, которая потрясла всю республику. В селе Саитово-Тукаевского района на пожаре погибли семь человек. Из них четверо дети. Самому старшему было 10 лет, младшему 4 года. О случившемся сообщили Раису Республики. Следственный комитет, прокуратура и пожарные дознаватели выясняют, что привело к такой масштабной гибели людей. Главный вопрос, почему никого не удалось спасти. Ведь дома были все взрослые. Установлены пожарные извещатели. Из деревни, где сегодня готовились к похоронам сразу семерых жителей. Рамиль Шайдулин. Очень страшная ситуация. Это семь трупов. Это у меня душа болит. Жители сегодня пытаются прийти в себя, но это не удается никому. В Саитово большая трагедия. Сельчане с трудом сдерживают слезы. Погибших знали все. Самые взрослые знали, дедушку знали. Мы маленькими детьми. Дедушка всегда был бригадиром. У них прапрадед получается. Такие хорошие семьи были. Потом я знаю, их детей, сын комбайнером работал. Жена работала, невестка, доярка всю жизнь работала. Трагедия произошла накануне. Во втором часу дня на пульт МЧС поступило сообщение «Горит дом». В нем проживали 8 человек, четверо из них дети. По словам местных, дом вспыхнул быстро. Спасти людей было почти нереально. Дверь не я открывала, дверь мама открывала. А папа сверху с огорода спустился. Видимо, попытался спасти детей, зашел, но он не вышел. Когда ликвидировали возгорание, все пришли в ужас. Друг за другом на пепелище обнаружили тела семерых погибших. Троих взрослых, главу семейства, его тещу Шурина и четверых малышей. Их мама, 27-летняя Эльмира Горданова, в момент пожара не была дома. Пожарная охрана находится буквально в соседнем теле. Буквально в течение 6 минут приехали, но со слов первого караула, уже дом был открытым планом. На момент прибытия, то есть уже признаков, кто-то что-то просил помощи и так далее, этого уже не было. Сегодня, на второй день после трагедии, можно видеть, в каком состоянии находится пепелище. Дом сгорел дотла. Настались разве что металлическая утварь, кирпичная, по-видимому, печь, железная крыша и газовая труба. Дом был газифицирован, а с 21-го года еще и оборудован пожарными извещателями. Семья Гордановых была многодетной. В администрации района о ней знали и помогали. Глава рассказал, двое детей обучались в коррекционной школе, еще двое были дошкалятами. Были проблемы с жильем, но мы этот вопрос правоохранительными органами решили. В 21-м году все электрохозяйство было поменено, сигнализаторы были установлены. Отдел социальной защиты один раз, два раза. Вместе с они приезжали сюда, посещали эту семью, держали на контроле. Последний раз седьмого Юля, они приезжали. В Саитово об этой семье отзываются по-разному. Нет, нормальные соседи были. И муж работает, у них брат работает, она сама и мера работала. Один раз был виден случай с ними, сзади они солому жгли. Дети? Да, это первый звоночек был, потому что соседи увидели и сразу потушили. В администрации рассказывают, Гордановы алкоголем не злоупотребляли, финансово себя обеспечивали, работали в местном производственном кооперативе. На учете они стояли, но в 2020-м только потому, что условия проживания тогда не соответствовали санэпиднормам. Во время посещения комиссии дома был беспорядок и дети не были устроены в садик. Алкогольные напитки родители не употребляли. В то время они тоже работали, получали исправно заработную плату, но по каким-то причинам родители не обеспечивали должную уборку дома. И детей не обустроили детский сад по причине того, что детский сад расположен в соседней деревне, соседней деревне Семикеева. Она расположена очень близко. После рассмотрения была разработана индивидуальная программа реабилитации по регламенту. Еще накануне по следам трагедии в селе Саитово следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сегодня следователи назвали предварительную причину смертельного пожара. По предварительным данным причиной пожара послужило короткое замыкание. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. К делу подключилась и прокуратура. Сейчас она выясняет причины, которые могли привести к трагедии. Прокуратурой Тукаевского района по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка требований, соблюдение требований законодательства пожарной безопасности и оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорных правонарушений несовершеннолетних. По словам местных жителей, с Эльмирой Гордановой за час потерявшей всю семью работали психологи. Она находится в состоянии шока и не комментирует случившееся. Как сообщили в следкоме, женщина пока не допрошена. Это сделают позже, когда дело передадут в Казань. Завтра состоятся похороны большой семьи. Все расходы по погребению и разбору завалов на месте пожара на себя взяли власти Тукаевского района. Ситуация с пожарами в республике стала одной из главных тем на совещании в Доме правительства. В этом году в Татарстане зафиксировано почти 2500 возгораний. Рост на 22%. В огне погибли 57 человек. Сегодня Рустам Миниханов дал несколько важных поручений. Итак, Райс Республики поручил главам районов усилить работу по проведению противопожарных мероприятий. В частности, обойти каждый дом в селах и деревнях. Во время обхода разъяснять жителям необходимость соблюдения мер пожарной безопасности. Особое внимание Рустам Миниханов поручил уделить многодетным семьям. Как отметил Райс Республики, профилактические беседы следует проводить не только по следам трагедий, а системно должна быть на контроле каждая семья. К профилактике пожаров в бытовых условиях он порекомендовал привлечь все службы, МЧС, органы социального обслуживания и волонтеров. Белые цветы и награды лучшим врачам Республики. Сегодня в Казани отметили труд десятков медиков Татарстана. Завершился юбилейный 15-й конкурс врач года Акща Щеклер. Его проводят каждый год, приурочив ко дню медицинского работника, который отмечается в 3-е воскресенье июня. Ваш благородный труд – это призвание. Человек доверяет вам самое дорогое. Так к залу обратился Рустам Миниханов. Кто они авторы уникальных операций, порой совершавших чудо на грани возможного и невозможного? В репортаже Вероники Геннудиновой. Ежедневно они в операционной, в карете скорой помощи или у постели пациента. А сегодня сменили белые халаты на смокинги и вечерние платья. В зале те, кто каждый день самоотверженно трудится, лечит и борется за жизни людей. Врачей за их преданность профессии и спасение жизни пациентов благодарит Рустам Миниханов. Профессия врача – одна из самых сложных и требующих большой самоотдачи. Ваш праздник – это еще одна возможность выразить слова глубокие признательности за ваш нелегкий и самоотвержденный труд. Когда Рустам Миниханов начал говорить о Марате Садыкове, бывшем министре здравоохранения Татарстана, весь зал стал. Марат Наилевич скоропостижно скончался в начале года. Не можем не вспомнить о Марате Наиличе Садыкове, который внес неоценимый вклад в развитие и укрепление в отрасли здравоохранения. Нами принято решение о присвоении городской клинической больницы номер 7 города Казани имени Марата Наилевича Садыкова, которого эта клиника стала одной из ведущих и передовых. По указу президента России, Марат Садыков посмертно награжден орденом Пирогова. Рустам Миниханов вручил сегодня награду его супруге. На сцене лучшие медики республики. Медицинским работником года стала Милюша Шарафуддинова. Медсестра с 33-летним стажем работает в онкологическом диспансере. Лучший врач первичного звена Николай Романов. Шесть лет работает участковым врачом-педиатром. Обслуживает один из самых больших участков Зеленодольского района – поселок Васильево. Его называют любимый врач всех васильевских детей. Я даже не рассматривал в свое время других профессий. Конечно, это призвание. И чаще всего, если это династии какие-то врачебные, то из другой профессии как-то не думаешь. Врачи следующей номинации становятся настоящими ангелами-хранителями для своих пациентов. Номинации «Уникальные случаи» победила команда медиков БСМП Набережных Челнов. Они спасли жизнь 55-летнего пациента из Ютазинского района с разрывом аорты. Кардио-эндоваскулярные хирурги одними из первых в России заменили самый крупный сосуд на синтетический и соединили его с сердцем. Все врачи этой номинации получают стажировку в зарубежных клиниках. Это был не первый наш уникальный случай на Акчачак-Лярь, но этот, наверное, один из самых технологичных и самых сложных, потому что в лечении его принимали очень много специалистов смежных. Благодарность врачам выступление чемпионки спецолимпиады Амины Закирзяновой. Ее жизнь спасли 12 лет назад врачи первой горбольницы Казани. Девочка родилась с экстремально низкой массой, тела 600 граммов. Уникальная схема выхаживания и реабилитации помогла ей выжить. Сегодня девочка профессионально занимается фигурным катанием. Это лучшая мотивация к жизни, к продолжению жизни. В честь юбилея конкурса новая номинация. Почетный наставник Марс Михайлов больше полувека передает свои знания молодым врачам в Казанской медакадемии. Возглавлял ее 27 лет. Он создал научную школу нейрорентгенологии детей. Он и сегодня в свои 85 заведует кафедрой лучевой диагностики. Красильников Дмитрий Михайлович. Легенда здравоохранения республики Татарстан. Десять лет назад получал премию в номинации «Уникальный случай». Сегодня он – легенда здравоохранения. Дмитрий Красильников руководит хирургией РКБ. Делает сложнейшие операции при заболеваниях печени, поджелудочной и щитовидной желез. Клянусь, насколько хватит моих сил, здоровья. Я буду стараться работать во славу нашей республики, нашей страны. Для того, чтобы люди наши чувствовали себя прекрасно. Легенду здравоохранения Дмитрия Красильникова своим учителем назвал министр здравоохранения республики. Самая большая награда за наш самоотвержденный труд – это спасенные жизни. Уникальные технологии, передовые клиники, мощный кадровый потенциал. И, конечно же, заинтересованность руководства республики в повышении качества оказания медицинской помощи – вот что отличает медицину Татарстана. Главная номинация «Врач года» им стала Айнагуль Баялиева. Главный внештатный анестезиолог и реаниматолог Минздрава Татарстана внедрила инновационные методики в ведущих клиниках республики. Весной Айнагуль Баялиева была на передовой. Участвовала в развертывании полевого госпиталя в зоне СВО. Мы анестезиологи особо невидимые люди. Нас никто не замечает, так как мы за кулисами все время. Но я очень признательна всем за то, что так уважает нашу профессию. Был сегодня и специальный приз от Раиса Республики. На новой машине домой уехала акушерка родильного отделения Зеленодольской ЦРБ Елена Родионова. Этим вечером врачи ненадолго отвлеклись от своей работы. Но уже завтра они снова отправятся к своим пациентам. Вероника Гвинудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В следующем году путь от Казани до Нижнекамска станет на час короче. На участке новой дороги трассы М7 в обход набережных Челнов приступили к возведению пролетов моста через Каму. Это самый сложный участок строительства. Павел Драгунов сегодня увидел второй по крупности в Татарстане дорожный объект. Укропненные блоки в дальнейшем будут подниматься на стапель для дальнейшего укропнения и надвижки пролетного строения на опоры. Масштаб крупного дорожного проекта для Татарстана можно оценить с высоты птичьего полета. Сегодня здесь приступили к подготовке строительства пролетов моста через Каму. Сейчас собирают металлические блоки. Их будет 130. Эта конструкция весом 11 тысяч тонн. В настоящий момент полностью завершены работы по погружению призматических свай. Ведутся работы на русловых опорах. Из семи русловых опор мы ведем работу на шести. На седьмой опоре мы уже приступаем к устройству ригелей. Длина моста 1300 метров, 800 из которых проходят над рекой. Технология возведения надводной части такая же, как при строительстве Крымского моста. Работы ведутся круглосуточно. В июле 2023 года планируется прибытие плавучего бетонного завода. Это также ускорит возведение опор. Здесь порядка 50 единиц техники. Это плавсредства, это баржи, это плавучие краны, паромы, грузоподъемные краны. При строительстве моста впервые была применена технология бурения сразу двух скважин для основания русловых опор. Это почти вдвое ускоряет процесс возведения надводной части конструкции. На этом обходе самое большое количество искусственных сооружений. 10 искусственных сооружений, это 8 мостов и 2 путепровода. У нас количество людей в районе 400 и техники в районе 300. Открытие этой трассы ждут не только автомобилисты Нижнекамска, Челнов и близлежащих районов, но и предприниматели. Она позволит сократить дорогу до предприятия нефтехимической промышленности Автограда и особой экономической зоны Алабуга. Быстрая доставка груза, не надо заезжать. Прямая трасса, при том сейчас движение очень большое. Срежет путь, уже времени будет меньше тратиться на затраты. Сейчас объект готов на 30%. Работы ведутся с опережением графика. Трассу планируют сдать в конце 2024-го. Она будет иметь по две полосы в каждую сторону. Пропускная способность – более 25 тысяч машин в сутки. Павел Драгунов, Алмаз Ядинов, ТНВ, Нижнекамский район. Казанцы оказались бессильны перед самовольным захватом дворов торговцами. Незаконно установить ларек, как выяснило реальное время, может каждый. А пресечь эти действия ни властям, ни полиции не под силу. Почему – читайте в интернет-газете. Мы продолжаем нашу специальную рубрику под названием «Своих не бросаем». В ней мы рассказываем о журналистских репортажах из зоны СВО, показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Сегодня мы расскажем о репортаже нашего коллеги Абуди Яба из Russia Today. Он побывал в пунктах временного размещения в Херсонской области, куда эвакуировали пострадавших от наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС. По словам корреспондента, эти мирные объекты подверглись обстрелу со стороны ВСУ. По пунктам временного размещения нанесли удар ракетой французского производства. Автор репортажа называет это еще одним преступлением по отношению к мирным гражданам. Он рассказывает, жертвами киевского режима оказались в основном женщины и дети, став повторным прицелом уже в центре размещения беженцев. Сейчас в зоне СВО продолжаются тяжелые бои, потому что мы своих не бросаем. Если вы тоже хотите помочь жителям Донбасса, то вы можете поступить на контрактную службу. В нашей республике продолжаются наборы, формируются батальоны. Соглашения подписываются на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты и социальные льготы. Можно обратиться в военный комиссариат республики или по месту жительства. Единый номер службы отбора вы видите на экране. Сегодня Рустам Мениханов посетил строительную площадку нового здания Театра Камала. Объект возводят в центре Казани на берегу озера Кабан. Сейчас здесь забывают сваи и ведут бетонные работы. Как рассказал глава Минстроя Маратай Затолин, в здании предусмотрены несколько залов, креативная лаборатория, репетиционные и административные помещения. У труппы появятся возможности для экспериментов с технологиями и пространством. Также Рустам Мениханов ознакомился с ходом реконструкции моста на Назарбаева. В эту субботу в Казани отметят татарский национальный праздник Сабантуй. Он пройдет сразу на трех майданах, березовых рощах в поселках Мирной и Дербышке, лесопарке Лебяжья. В этом году на празднике будет дресс-код. Рекомендуют прийти в национальных костюмах или хотя бы обозначить элемент наряда. Акцент на народных гуляниях сделают на исторические истоки Сабантуя. Предпраздничные события начнутся уже послезавтра. Как присоединиться и что обязательно нужно знать, отправляясь на праздник, программу изучила Сирина Васильева. В Березовой роще поселка Мирной полным ходом идет подготовка к Сабантую. Это главная площадка праздника плуга в Казани. Как видим, рабочие уже косят траву, красят заборы. При входе на территорию идет уборка сельских подворий. В подворье Арского района работа кипит с 8 утра. Бригада меняет полы, позже приступит к установке сцены. Наш двор самый первый стоит, поэтому мы хотим своим гостям показать наши национальные традиции, нашу культуру, показать наш Арс. Сабантую в Казани пройдет на трех майданах – в поселках Мирной, Дербышке и лесопарке Лебяжье. В рамках года национальных культур и традиций организаторы решили особое внимание уделить истории праздника – состязанием, кулинарным мастер-классом, народной музыке. Это было поручение Рустама Мениханова после увиденного якутского праздника Иссыаха. Национальный колорит должен быть и год национальных культур и традиций. Это не только наши татарские, должны быть все национальные представлены. А сама суть, идеология самого Сабантуя, она должна сохранить тот смысл, идеи, которые были заложены нашими предками. В городе, надеются, новшества придутся по душе гостям Сабантуя. В этом году мы постарались вместе с режиссерами внести некоторые изменения, добавилось больше национальных красок. Хорошо, что вспоминаем, как бы технократично не развивался мир, очень важно сохранить сам праздник, который посвящен окончанию весеннеполевых работ. В этом году в рамках подворий будет отсутствовать звукоусиление. И мы постараемся представить все программы и мастер-классы по танцу, и концертные номера именно в живом исполнении татарских народных инструментов. Празднику будет предшествовать древний татарский обряд – церемония сбора подарков. В Казани она пройдет 21 июня. Конные повозки в 11 утра проедут по улицам Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Каюма-на-Сыри и финишируют у театра Камала. С подарками в этом году будут собирать и семейные рецепты. В целом у нас задействованы около семи повозок лошадиных. Все вопросы по безопасности мы согласовали с ГИБДД, потому что, согласно правилам дорожного движения, гужевые повозки не запрещены. Они будут идти по основной дороге для транспорта общего пользования. Все, кто хочет принять участие в сопровождении этой повозки, они должны идти по тротуарной зоне. Впервые на празднике плуга состоится акция лица Сабантуи, а гостей в национальных костюмах будут фотографировать профессиональные фотографы. Снимки акции разместят в специальном телеграм-канале. Вопрос национального костюма, татарского национального костюма или костюма народов, проживающих на территории республики Татарстан, как никогда приобрел свое звучание. Сегодня все больше людей интересуется, что же в узоре. Хотелось бы обратиться ко всем, чтобы призвать прийти, принять участие в Сабантуи и предусмотреть возможность национального костюма. Добраться до Сабантуи можно на специальных маршрутах. Праздничные рейсы будут открыты с 8 утра до окончания гуляний. Номера автобусов можно узнать на сайте мэрии. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. У узбеков, проживающих в Татарстане, будет возможность досрочно проголосовать на выборах президента Узбекистана. Об этом сегодня сообщил Фариддин Насриев, генконсул в Казани. Досрочное голосование начнется 28 июня и продлится неделю. Изначально выборы должны были состояться в 2026. Однако после внесения поправок в конституцию страны их перенесли. Единый день голосования в Узбекистане 9 июля. В Татарстане граждане этой страны смогут проголосовать в генконсульстве, а также на выездных участках. В преддверии 25-летия компания ТАИФНК наградила своих сотрудников за плодотворную работу. За четверть века предприятие стало крупнейшим нефтеперерабатывающим гигантом и занимает лидирующие позиции в стране. В актовом зале управления ТАИФНК царит праздничная атмосфера. Здесь награждают лучших сотрудников предприятия. Решат Мухамедзянов работает на ТАИФНК 17 лет. Начинал токарем, сейчас механик. Я горд этим. Я удивлен, что предприятие и министерство решили меня поощрить, наградить. Альберт Карлин работает на предприятии только 5 лет, а уже получает высокую награду. Благодарность РАЭС Республики. Я рад и горд. И это благодарность не только мне, а всему коллективу цеха, с которым мы плечом к плечу шли к пуску. Награду получила и лаборант химического анализа Равзалия Фадхулина. На предприятии работает с самого основания. Я очень люблю свою работу. Я люблю то, что я делаю. Я с настроением хожу на работу. В своем выступлении руководство поздравило с юбилеем предприятия и поблагодарило каждого за плодотворную работу. Слова благодарности и нашим ветеранам, которые особенно вложили как фундамент воспитание вот этого дружного коллектива. Отдельно хочу сказать благодарность всему нашему коллективу, потому что все эти заслуги только благодаря нам с вами. Слова поздравления со сцены прозвучали и от советника генерального директора АУТАИФ по нефтехимии Фаррида Минигулова. Завод за эти 25 лет стал гораздо более устойчивым во всех смыслах. В технологическом, в экономическом, просто в социальном смысле. Как коллектив у вас здесь прекрасно сложился. Профессионалы высочайшего класса. Награды в этот день получили 72 работника предприятия. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Гульнас Гизатулиной. А я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok В магазине «Улыбка Радуги» 21 и 22 июня скидка 40% на шампуни. Приходите в магазин «Улыбка Радуги» за приятными покупками. Премиальный внедорожник «Эксид» – это технологии комфорт и уверенность на дороге. Только в июне в «Эксид-центре РРТ» с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйково 54Б. Звоните 207-0080. Здравствуйте! В студии Гульнас Гизатулина. В Татарстане температура далека от летней нормы и в ближайшие сутки улучшений не ожидается. Подробности совсем скоро. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «ЛЕТО» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Бугульме, Бавлах и Ознакаево малооблачно. Утром местами возможен небольшой дождь. Ночью 5 градусов тепла, а днем всего плюс 13. Не теплее и в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуги. Здесь в ночное время ожидается около 8 градусов тепла, а днем всего плюс 15. Вероятность осадков небольшая. Аналогичная ситуация в Агрызи, Менделеевске, Актаныши. Будет малооблачно и без осадков. Ночью 7 градусов тепла, днем плюс 15. В Арске, Кукмаре, Болтасе ночью местами не исключены осадки. Ожидается около 8 градусов тепла, днем без осадков и до 14 градусов выше нуля. В Болгаре, Дрожженом, Буинске ночью ожидается дождь к утру с усилением. В ночное время температура воздуха составит 11 градусов тепла, в дневное время ожидается 16 градусов выше нуля. В Альметьевске чисто поле Мамадыши ночью местами не исключен дождь. Ожидается около 7 тепла, днем без осадков и не выше 15 градусов со знаком плюс. В среду существенных изменений в погоде не ожидается. В честь своего юбилея агрофирма «Родные края Туганьяк» приглашает жителей и гостей Республики Татарстан на праздник Забантуй, который состоится 1 июля 2023 года в селе Миллятамак Муслимовского района. Начало в 16.00. Добро пожаловать! Агрофирма «Родные края Туганьяк» в этом году празднует юбилей! Нам 20 лет! В честь юбилея приглашаем вас на национальный праздник Забантуй, который состоится 1 июля в селе Миллятамак Муслимовского района. В программе праздничный концерт, розыгрыш ценных призов, специально приглашенные гости. Народная артистка Республики Татарстан Резида Шарафиева. Заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Решат Тухватулин. Начало в 16.00. Нужно выбрать подарок? В «Флау Вау» это легко. Например, этот торт. Или этот. На миллион подписчиков. Для батюшки. На день рождения. И на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На «Флау Вау» есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте! Если девушке все ясно, значит пришло время для «Флау Вау» – маркетплейса необычных подарков с доставкой по всему миру. Заказывайте кенийские розы, бельгийские шоколады и итальянские десерты для солнечного настроения. В столице Татарстана ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь и около 10 градусов выше ноля. А днем ожидается 15 градусов тепла. Ветер северный и порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха 58%. Магнитное поле Земли спокойное. Санчи – сокровище китайской медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 20 июня в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок – 8 927 236 71 75. Сайт санчи.рф. На этом я прощаюсь с вами. До свидания и берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова